Дьявол Водивший моей рукой и смычком Многие решили, что наконец-то разгадали Секрет моего удивительного мастерства Так отвечал Паганини на догадки современников Изумлявшихся, что под его смычком Рождались завораживающие звуки Секрет моего удивительного мастерства Секрет моего удивительного мастерства Он вообще рутинный, сам по себе творческий процесс В нем праздника нет Это рутинный, это изучение текста Это поиски звучания Это подчинение своих иногда неподдающихся рук Это рутинный процесс Катя, можно быстрее После форта уже мы с старта форта вместе Но оно не плотнее, пьянно оставляет Сейчас все-все добавим Просто отслеживайте эти актуалы Пока без ссылок, все же без тебя Кстати, вас сейчас хватает Вот, в принципе, после эпизода Рифра неплохо Первый эпизод, первое проведение играете А на втором у вас истекает Это очень заметно и слышно Теряйте интерес к нюансу Что их там совместности Кстати, тарадараран Вот не играть так, что я Семи пядей в аму Я главная Я тут все правильно играю Не надо смотреть, слушать надо И бояться, что не попаду И стараться попадать Семи пядей в аму Квартета я занималась в классе Софьи Номон-Кропещан Мы занимались третьего курса Готовились тогда к всероссийскому конкурсу И она невероятно много отдавала времени Нашему квартету Во-первых, свести все четыре разные Индивидуальности к одному знаменателю Тарас Во-вторых, просто подготовка к конкурсу Требовала колоссальные работы Не только наши Она отдавала просто большое количество времени Нам Помните, как были наябрьские Праздники Мы сидели в общежитии Занимались в квартире Пангай Но в течение восьми часов Была проработана каждая нота Каждый поворот Каждая атака Скорость смычка Количество То есть это была Самая настоящая база Квартета Которую Ну, собственно, я сейчас несу И своим ученикам пытаюсь передать По специальности я занималась в классе доцента Возвращение в школе Он очень много давал возможностей Проявлять инициативу в работе В поисках трактовки В поисках даже штрихов Он давал возможность Вот пофантазировать Где-то вмешивался, но крайне редко В технологию А чаще всего говорил На правильном пути ты находишься Можно двигаться в этом же направлении И это давало повод Какому-то действительно рассуждению Какому-то развитию личному Многое можно узнать О композиторе Во-первых, прочитав его Узнаю его Познакомившись с его биографией Познакомившись с тем веком Которым жил человек Безусловно, это очень большое значение имеет Конечно, он отражал в веянии своего времени Должно быть дыхание в звуке Слушай, взяла и мне это Концерт шума она начала Порога в основе своей Она эмоционально танцевальная Ты сидишь как каменная Пошевелись чуть-чуть Потанцуй Это очень важный момент Просто посмотреть, как играют все Вот эти стандисты Они же играют просто Они секунды не стоят Они либо пританцовывают Либо кланяются Но все равно что-то Иначе рука правая Начинает ходить так, как мы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы понимаете, в то время, когда была эта аутентика, как сейчас ее называют Это знаете, что такое слово-то аутентичность? А? Это означает слово в оригинале В то время были другие инструменты Другие смычки И приемы игры, может быть, даже были Я убежден, что они не такие совершенные, как сейчас Иногда мне приходится моим студентам говорить о том, что Вот ты играешь, а ты подумай, если бы тебя сейчас слушал композитор Вот это очень большую ответственность сразу на исполнителя накладывать Потому что исполнитель должен понимать то, что в музыку вложил композитор Если он этого не понимает, то он плохой исполнитель Мне приходилось со многими композиторами общаться Были гастроли однажды с Хачатуряном Мы ездили по северным городам И Ромли еще сам дирижировал С нами играл, например, композитор Щедрин И со Свиридом мы много исполняли Например, Есенинский цикл тоже А самый коронный номер мой был Это когда мы на первом фестивале современной музыки Исполнили квартет Шостаковича, восьмой квартет Шостаковича Шостакович был очень доволен нашим исполнением Исполнили квартет Шостакович Исполнили квартет Шостакович Быть человеком высокой породы. Это применимо к личности Александра Владимировича. Брон много общался, много писал, он любил это общение по почте. Общался с великими музыкантами своего времени, которые составляли славу, гордость нашему искусству. Вообще, когда читаешь эти письма, понимаешь, какой уровень был интеллигентности, какой уровень был вообще духа этих людей, которые вот так могли глубоко и проникновенно входить в свою профессию, заниматься своими учениями, делиться этим, собственно, жить этим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»